Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию изготовить вот приблизительно такого ручейника, который живет в домике. Но мы его изготовим с вами немножко по другому варианту, который приемлем в наших домашних условиях. Давайте приступим. Я взял крючок фирмы Гамакатсу F14 и взял номер 8. Так как мы немножечко с вами забрали здесь полезной площади у нашего крючка, мы с вами должны восполнить этот номером. Огрузил хорошо свинцом и одел латунную бусинку. Крючок у нас будет идти все время загибом вверх. Поэтому мы сейчас с вами будем изготавливать. Немножко нетрадиционно, но будет понятно. Проматывая обыкновенной белой ниткой, желательно белой, так как мы тело будем формировать с вами, где голова и лапки нашего ручейника белой ниткой. Значит, нам еще понадобится вот такой материал. Это была обыкновенная медицинская перчатка, от которой я отрезал буквально вот полосочку, такую ластика. Как вы уже знаете, хоть он и немножечко слабоват, ластик в медицинских перчатках, но использовать его можно. Крепим теперь с вами нашу резинку, полосочку, и аккуратно-аккуратно проматываем до самого загиба. У загиба нам необходимо с вами выполнить вот такой небольшой шарик своеобразный, который будет потом у нас символизировать головку нашего ручейника. Мы его подкрасим все потом в черный цвет, как положено у настоящего ручейника. Теперь нам необходимо с вами выполнить, уводим большими шагами, выполнить обмотку нашим ластиком по нашему шарику. С небольшой натяжкой, сильно не усердствуем, выполняем вот так обмоточку. Учитывая то, что чтобы резинка моя, руки были свободны, я использую перодержатель. Подхватил ее. И теперь нам необходимо с вами изготовить лапки. Лапки можно изготавливать, как вы понимаете, из чего угодно, но мы с вами будем изготавливать из, соизмеримо с нашими размерами, из охотничьего фазана. Будем тривиально отрывать вот так лапки. и здесь же самой резинкой никуда мы с вами ни ниткой, ничем не проматываем. У нас элемент крепления будет выступать наша резинка. Подправляем наши лапки, потом мы им придадим соответствующую форму. оторвали первую. Оторвали вторую лапку. следим за тем, чтобы длина их была приблизительно одинакова. Остатки удаляем. Можно не до конца, так как длина тела наша будет располагаться с нашими лапками приблизительно вот одну треть. Итак, закрепим три лапки. Мы с вами изготовили само тело с лапками, потом их еще приведем в порядок. И я закрепил насколько вот позволяет самую тонкую леску, какая только вот у меня возможно по крепости и подобрал вот такое перышко гризли. Тело мы с вами будем изготавливать из разных даббингов. Вариантов изготовления допустим домика существует бесконечное множество, поэтому какое вы для себя выберете, так изготовите. Допустим, тот вариант, который я планировал, пока я не могу изготовить из-за того, что нет песка такого оттенка. Нам понадобится с вами немножко серого, немножко черного, немножко коричневого даббинга, то есть это все я буду с вами загружать, будем в перемешку, но желательно даббинг нам перед тем, как мы его будем с вами загружать в нашу даббинговую петлю, желательно нам порвать на такие не сильно большие фрагменты, чтобы легче было скручивать потом. Сформируем серого, добавим черного, можно полностью изготовить из остатков пера, я тоже так изготавливал, поэтому как вы для себя выберите, в каком варианте, так для вас будет это и лучше. Главное, чтобы мушка нравилась вам и ловила рыбу. оставим пока, подготовим немножко рыжего, учитывая то, что оно у меня штапельное волокно, я вытащу небольшую вот такие парочку прядей шерсти, можно использовать синтетику и аккуратно ножницами нарежу себе необходимые по длине элементы. И добавим также это все сюда. И теперь с вами берем и начинаем скручивать нашу даббинговую нить, которую мы подготовили. Прокрутили бобину, и в какую, в любую сторону, какую вам будет удобно, начинаем раскручивать. У нас образуется вот такая лохматенькая веревочка. Мы еще с вами можем спокойно взять, потом подчесать ее, но в данный момент нам это делать не нужно, потому что когда мы изготовим тело, мы потом перед намоткой пера, мы еще с вами его немножко причешем. Делаем вот такую плотную, хорошую и начинаем теперь от там, где мы изготовили с вами тело, начинаем выполнять намотку равными витками, так, чтобы у нас не было и лишнего и в то же время хватило вот как у меня очень даже аккуратно до нашего шарика. Теперь мы возьмем с вами вот такой импровизированный инструмент и весь который мы сможем с вами вот так общипать, убрать, удаляем полностью с нашего ручейника лишние остатки даббинга. После того, когда мы с вами убрали, мы можем немножко взять и вот так аккуратно подстричь его в тех местах, где естественно он у нас сильно выступает. Сильно не усердствуем. Вот так будет достаточно. теперь мы берем наше перо и стараемся насколько у нас позволит наше тело выполнить довольно таки частую вот такую обмоточку по нашему телу. Дошли до нашего шарика и здесь уже выполним окончательно крепление. Намажем немножко клея на нить и сделаем завершающий узел. нить пока не отрезаем. Берем теперь леску и стараемся насколько у нас хватит с вами сил продавить наше перо по всей всей длине. От этого будет зависеть живучесть нашего с вами ручейника. дошли до шарика и теперь уже окончательно закрепим нить леску вернее. Удаляем нашу леску и теперь вместе крепление шарика аккуратненько вот так подтрамбуем все наши элементы сделаем уже завершающий узел но для того чтобы не было вот такой несимпатичной шеи я возьму немножечко черного даббинга и совсем совсем немножечко выполню обмотку. так чтобы скрыть место крепления сразу нанесем на нить немножко клея и Субтитры сделал DimaTorzok И теперь нам остается только удалить нить И подстричь симпатично наше тело Немножко подстригли нашего ручейника И как вы видите, вот в таком варианте Если будет еще, как говорится, черная латунная головка Будет значительно еще лучше Благодарю вас за внимание До скорых встреч!